добрый вечер всем сегодня получил посылку это у нас термобелье из китая долго выбирал прошлый год купил себе здесь у нас в аптеке вот такую фирму вот она принципе ну по качеству это как такой хлопок можно сказать стопроцентный что сказать если быстро идешь где-то на охоте и потеешь то не справляется она вот в частности спина где-то вот зашел в пасеку там ветра нету пересекаешь там этот пасеку это вот ну реально вот особенно по снегу когда вот идти тяжело вспотел на улице вот когда там ветерок где-то в яркую там продувает да не потеешь а вот когда заходишь там где-то где не дует где усилие какие-то там надо перелезть там горка не горка вот она как-то вот не очень вот если немножко потеешь их постоял как бы нормально спина как бы но немножко просыхает ну не так как хотелось так сказать поэтому вот долго думал есть вот такого плана нато натовское белье в китае зеленого цвета вот такого все полностью ну как-то у знакомого такое не знаю он хвалил тоже штаны это ну что-то вот как-то хотелось попробовать прям вот другую фирму и судя по качеству но совершенно другое то есть вот смотрите что я заказал он причем размер один в один а у меня вот это кофта была без штанов а здесь полностью комплект что сказать по качеству не знаю по всему остальному вот смотрите видите вот здесь кстати вот это белье для спорта активного подвижного так сказать то есть быстрое высыхание то есть по идее вот там должна быть мембрана вот я как бы вижу ткань вот внутренняя ткань такая как ну почти как вот это а вот наружная ткань назад воду не должна пропускать то есть спотел как бы мембрана сработала вода вот здесь вышла все спина сухая вот чего нет в этом хотя не знаю тоже работает ну не так хотелось вот поэтому заказал вот это оно по моему там для каких-то занятий спортом там не помню или бег на лыжах там когда там что-то там ну-ка активный короче спорт и вот я решил заказать вот такое и что сказать давайте внешне он у нас уже водичка стоит я говорю вот эта ткань она вот такая не должна короче пропускать внутрь вот внутри наоборот она будет пропускать туда на улицу вот она видите такая даже не знаю из какая из на что похожие на хб что ли какой-то вот это то же самое штаны видите внутри ткань вот такая а снаружи снаружи какой-то как брезент не брезент шелк что-то вот напоминает такой шелк шелк вот скользкий вот то есть здесь сто процентов по моему полиэстер вот этот который вот здесь сколько-то 40 процентов и сколько-то хб по надписям на упаковке а здесь вот ну как бы более качественное далее вот эта часть у нас стоит где-то рублей 600 700 одна кофта вот этот комплект из китая стоит тысячу то есть со штанами ну в принципе неплохо штаны как бы и не нужны в основном вот кофта нужно можно было кофту взять отдельно ну не знаю попробуем бывает и штаны вот кстати и носки пришли термо вернее идут вот я здесь купил вот разные там цвета чисто для охоты теплые вот эти белые больше конечно это вот женские я достал жене там где-то я брал и черные и еще придут китая черные вот это махровый носок вот кстати раз уж пошла речь о термо белье вот они термо носки раз один где-то выцепил то где-то еще есть сейчас найду ой 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 а найду ли я его наверное он где-то короче есть еще другие термо носки да вот это термо носки лапома какие-то по мне помню франции какие-то ну теплые теплые нога в них потеет все равно как то вот нету вот этого дышащего за что они ценятся так и вот собственно вот эти носки вот эти тоже стоит 400 рублей не помню вот эти фикс прайсе стоит полтинник вот их одеваешь на голую ногу и практически пота нет вообще я вот удивлялся вообще вот когда их почему я их еще взял во первых они очень мягенькие во вторых наверное если потеешь вот это ворса как-то уходит все в ворсу или не знаю ну вот незаметно вот я сезон у них проходил лучше за 50 рублей чем вот эти за 400 реально и заказал я там для активного спорта горнолыжные носки там с какой-то мериносовской стали шерсти тоже там и термо и такие посмотрим но это ладно давайте все таки белье интересно вот вот она наше белье вот она фирма и берем мы воду вот вода начинает уходить назад может надо вот так ее приподнять на самом деле вот видите если пальцем ей помочь кстати видите вода скатывается гляньте капля гляньте капля побежала видно прикольно да ну если вот курткой прижимаешь естественно она то есть вот мы видим а здесь кстати изнутри более менее сухо мокро немножко ну я не скажу что сильно может быть не хватило этой капли пройти до конца а теперь мы берем вот сюда видно вот так только клац и вся капля быстро прошла на глазах во внутрь и походу там где-то и вышла то есть вот я не знаю как они будут работать но пропускает очень-очень вы видели вот давайте сейчас здесь еще все таки вот этот термобелье мне больше нравится а вот она водичка наша и вот она поехала поехали видите даже следы не остаются как она скатилась видите она не она не она не намокает туда там если приезжать вот она катается более того вот эта фирма она есть ну грубо говоря вот это не быстрое высыхание там одна звезда а для более активного спорта есть три звезда вот это одна звезда путь на ганде я видел с тремя звездами вот именно вот такое вот белье вот и принципе я там цены кстати тоже 1000 что-то там сквозь там был за комплект то же самое что из китая вот это вот который уже все пропустила видите а кстати конкретная мокрая вот сейчас мы сейчас возьмем вот где-нибудь вот тут ливанем привет китай на сквозь так я не знаю что будет вот этого вот белья может быть знаете она работает как сетка ну качество что-то мне теперь не внушает доверие все-таки вот то белью я вот хоть сезон не уход ходил просто она не очень быстро и высыхание она как бы одна звезда из трех если бы было три звезды вот там я видел белье вот того качества с тремя звездами и отзывы там просто нашумевшие то вот это вот что-то китайское не знаю на работу что лядить попробовать или взять выскочить за двор и пробежаться пробежку кругом дома сделать посмотрим как она сработает ничего то что мне не нарушает доверие никакого что у нас есть что-то что-то Продолжение следует...